Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова Погода слякотная Двигаться За большими машинами Получить слякоть Лобовое стекло Что ты сигналишь? Поэтому стараюсь двигаться на расстоянии Отправляясь В поездку по трассе В зону М4 Должен сказать Что мест для ночевки Достаточно много Мотели, просто стоянки Я останавливался Под Воронежем И на границе С Азакеей Средняя скорость 80-90 км в час Расход бензина 5,5-5,4 литра Это предупреждает радар-детектор Ситуации на дороге Должен сказать Должен сказать Что Постов ГАИ Это стандартно Возле каждого города Плюс Есть Перебежные Автомобили Которые Фиксируют скорость Желаете Желаете Доехать Без штрафов Соблюдайте Скоростной Режим Обращайте Внимание На знаки Вчера У меня Заключил Навигатор Навител Сделал небольшой крюк Ну Понадеялся На навигатор И обратил внимание На знаки И проскочил Поворот На Сочи Пришлось вернуться Назад Сейчас Включил Дополнительный Резервный Навигатор С программой Айго Рима Эта программа Предназначена Для Высших грузов Тех Кто занимается Профессионально Я Тоже Иногда Этим Пользуюсь Хорошая Карта Подробная Без Лишних Без Анпасов Можете Для Интереса Установить У себя Желаете Свою Айго Прима Очень Много Вдоль Трассы Очень Точек Нет Удают Местные Жители Всех Воспродукцию Картофель Морковь Лук Мед Сгущёнку Соленье Варенье Маринады Жареную Кукурузу Ну И Также Много Ещё Магазинов Вдоль Трассы Где Можно Отремонтировать Навигацию Электронику Автомобильную Я бы рекомендовал Брать с собой Радиостанцию Тогда Будете В курсе Всех Запрытий Хотел бы ещё Обратить внимание Ваше На то Что Если Приобретаете Разветвитель Отвекуривателя Потому Что Возникает Необходимость Запитывать Разные Электронные Устройства Обратите Внимание Чтобы Штекер Плотно Сидел В Гнезде Не Выскакивал Обычно Бывает Самый Неподходящий Момент Выскакивает Едешь И не знаешь Пока Специально Не обратишь Внимание Что Какой-то Элемент Электроники Просто-напросто Отключен Проблема С этими Штекерами С разъёмами Сколько Уже Поменял Даже Сказать Затрудняюсь Одни Начинают Плавиться От того Что Нагрузка Наверное Высокая Ну Что Я Отпитаю От Бортовой Сети Это Радар Детектор Видеорегистратор Спартфон Или Навигатор Маячок Который Отслеживает Моё Передвижение В Интернете Радиостанция Ну Ещё Для Подзарядки Электронной Сигареты Нужен разъём Найти Один хороший Разъём На 7 На 8 Потребителей К сожалению Не удаётся А если Продают На 5 Примерно Разъёмов То Настолько Ненадёжно Они выглядят Что Я отказывался Отказывался Не просто Их не покупаю Приходится Из 3-4 Разъёмов Конструировать Одну колодку Погода Пасмурная Как вы видите За бортом Плюс 4 Так Плюс 5 Уже Ну Чем Ближе к городу Так Дайку Уточни Киев 5 За бортом 1,5 градуса Извиняюсь Пошли 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 Полотно Дороги От Москвы До настоящего момента Как видите Вполне Хорошее Платные участки Ну Ну Вот Сравнить Платный участок Вот с этим участком Федеральной трассы Я бы не нашёл Серьёзного различия На Платных участках Достаточно Много Аварийных Колонок Вот такие Столбики Жёлтого цвета Написано СОС И Нарисована Телефонная трубка Я не останавливался Не проверял Что это такое Но Надо полагать Для вызова Аварийной Помощи Заметил Несколько Дежурных Аварийных Комиссаров Которые стоят На обочине Ну В ожидании Не дай бог Если какие-то проблемы У кого случились Много Рабочих Бригад На платном участке Которые Занимаются Мелким ремонтом Дороги На платных Участках Дорога Ограничена 110 Км 90 Км Заранее Устанавливают Устанавливают Щиты С информацией Как Объехать Платный Участок Но я не обещал Потому что На схеме Видно Когда он начинает Петлять Если Платный Участок Идет Ровно Дорога То С федералки Она Как будто бык Прошел Такая кривая Вы Повышаете Допустимая скорость Это мне Подсказывает Айго Прима Допустимая скорость 90 У меня 95 Наверное На трассу Лег Туман Видимость порядка 200 метров Полотно дороги влажное Поэтому На трассе М4 Дон Умеется Достаточно Количество Мне кажется Газовые Заправки Где-то Идет На газу Достаточно Или нет Количество Сказать Трудно Потому что Я на газе Не ездил Это Предупреждает Радар-детектор О том Что где-то Стоит Излучатель Может Может Камера Может Радар Стационарная Чем чаще Раздается Сигнал Чем Короче Паузы Тем Ближе Излучатель Но это не факт Что Радар Или Кисация Может Быть Обманка Компре Допреждает Возителей Скажем так Пугает Ну Должен сказать Что ДПС Тут Не дремлет Обратил внимание Они И Останавливают Достаточно Много машина просто стоят на пляже вот проезжает проекта сейчас камеру это видно было и нет регистраторе камера видео фиксации это предупреждение навигатора айгук рима хорошо а будем держаться левее много полезных функций у айгук рима мало того что подсказки о маневре маневре но это есть и у навителла а здесь также что такое упало у меня сейчас показались на горизонте горы не знаю видно их будет или нет очень красиво там облака или как бы то еще назвать как дым в волосах очень красиво эффектно подъезжаем к горному массиву красивое под старину здание старый замок называется мотель это с противоположной стороны если ехать в сторону ростова горный перевал начинается по одной полосе в каждую сторону по одной полосе в каждую сторону не знаю будет вам видно или нет красоту горной местности все дымки такая сладенькая дымка деревья еще спят не растут так мы находимся на перевале в каждую полосе в каждую сторону в каждую сторону ситуация меняется то есть встречное движение имеет две полосы а мы имеем одно так проезжаем гостиницам отель кафе с тауна АЗС охотничий двор называется мотель ну аккуратненький не знаю как там насчет всего остального но внешне выглядит довольно таки симпатично напоминаю мы находимся в Адыгее двигаемся в сторону Сочи трасса М4 Дон 2016 год тут уже наверное нужно было как весна а так февраль месяц какое среднее число интересно так сегодня понедельник а какое число не знаю что каждая Продолжение следует... 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 Вот я откатенький видал, что оплачивает стоять, блядь. Ура, ну сколько там нет. Зато вон, а уон, а не в том, что вон там шаблон. Дорога петляет. Вот опять ныряем в туман. Так, колонна. Образовалась колонна. Ну, возможно, впереди движется автомобиль очень медленно. Собирает за собой хвост. Перевал здорово напоминает перевал от Иркутска до Читы. Вот, в Забайкалье. Примерно такая же картинка. Даже временами возникают чувства вот этого дежавю. Очень похоже. Ну, в принципе, перевалы везде похожи. В основном. Такая же красота. Завтра вы на почете, да? Лёд. Я тебя спрашивал, да, 14. Я, венчистка. Был бы. Окно. Я, какого-то ёбка, упал векло. И, собственно, бил бы его, блядь, и не ночь бы. Ковара что-то и мая, я нигде не видела, бля, это ковара. В город заходит, я нормально, виновлю, считай, да. Это ж цирковая, прочищаю это, да, ковара, путь, бля. Чё, наиболая что-то, нихуя, а она порой ей что-то, ира. Обгоняю высшие грузы, потому что из-под колёс летит слякоть. Она повышается в опростильную скорость. Сбросил уже. Дальнобойщики мечтают завтра, 23-го, оторваться, отдохнуть. Поздравляю всех с защитников Отечества, с наступающим праздником. Оказалось, солнышко. Сбросил уже. Сбросил уже. Что-то не наблюдаю я знаков, чтобы большегрузы тормозили двигателем. В Забайкале довольно часто такие щиты стоят, предупреждаю тормозить двигателем. Потому что если тормозить обычно, то колодки перекрываются. Я даже видел картинку, где один большегруз перевернулся. Я остановился, просил там чем помочь, что случилось. Он говорит, что перегли из тормоза и отказали. Это для обычных грузов, для маленьких технических машин не столь важно. Горные с обоих сторон, слева и справа. Периодически одна полоса переходит в две для того, чтобы попутные автомобили могли обогнать медленно идущих. И наоборот. Не превышается допустимая скорость. Вот необычная, неогновенно красивая картинка. Не знаю, софтойдет это в видео или нет. Гора. Вокруг нее как мил облака. Не вижу я на регистраторе, что это было четко показано, к сожалению. Солнце пьет. Солнце пьет. Гора. Гора. Рису. Идем. Продолжение следует... 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 Так, вот солнышко ДимаTorzok 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 Продолжение следует... 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 На трассе М4 Дон имеются в достаточном количестве, мне кажется, газовые заправки, где-то едет на газу. Достаточно или нет количества, сказать трудно, потому что я на газе не ездил. Это предупреждает радар-детектор о том, что где-то стоит излучабельный. Может камера, может радар стационарный. Чем чаще раздается сигнал, чем короче паузы, тем ближе к излучателю. Но это не факт, что радар или фиксация, может быть, обманка. Которая просто предупреждает водителей, скажем так, пугает. Ну, я должен сказать, что ДПС тут не дремлет. Обратил внимание, они и останавливают достаточно много машин. Просто стоят, наблюдают. Вот проехали сейчас камеру. Не знаю, видно было ее или нет, в регистраторе. Камера видеофиксации. Это предупреждение навигатора Айго Крима. Через 800 метров, ложитесь в праву. Хорошо. Будем держаться левее. Через 80 метров, ложитесь в праву. Много полезных функций У Айго Прима Мало того, что Подсказки О маневре Маневре Но это есть и у На Витела А здесь также Что такое упало у меня Вот сейчас показались На горизонте горы Не знаю, видно их Будет или нет Очень красиво Там облака Или как бы это еще назвать Как дым в волосах Очень красиво Эффектно Подъезжаем К горному массиву Красивое под старину здание Старый замок Называется Мотель Это С противоположной стороны Если ехать В сторону Ростова Вы повышаете На простую скорость Ну превышаем Горный перевал Начинается По одной полосе В каждую сторону Дорога начинает Петлять Вот и понятно Не знаю Будет вам Видно или нет Красоту В горной местности Все в дымке Такая сладенькая Деревья Еще спят Не растут Так Мы Находимся На перевале Повременно меняется Рядность Местами Две полосы В одну сторону Вот для того Чтобы совершить Обгон Кто двигается Медленно Местами Ситуация меняется То есть Встречное движение Имеет две полосы А мы имеем одно Так Проезжаем Гостиницу Мотель Кафе Стауна АЗС Охотничий двор Называется Мотель Ну аккуратненький Не знаю Как там насчет Всего остального Но внешне Выглядит Довольно-таки Симпатично Напоминаю Мы находимся В Адыгее Двигаемся В сторону Сочи Трасса М4 Дон 2016 2016 год Тут уже Наверное Нужно было Путешествие А так Враль Местность Такое Судя число Интересное Так Сегодня Не понедельник А какое Судя Не знаю Еще раз Добрый день Приветствую вас Вашему вниманию Предлагается Будем надеяться Конечная Шестая Серия Наш рута Москва Сочи Автомобиль Шкода Фабе Мазовая Конфектация Зимняя Резина Без Кройз Контроля Формация О трассе М4 Заночевал На границе Садугией До Сочи Примерно 240 Км Погода Пасмурная Температура За бортом Положительная Плюс 4 Граница Движение Обносительно Спокойное Движемся На юг Погода Слякотная Двигаться За большими Машинами Получить Слякоть Лобловое Стекло Что-то Сигналишь Поэтому Стараюсь Двигаться На расстоянии Отправляясь Поездку По трассе В зоне М4 Должен сказать Мест для ночевки Достаточно Много Мотелей Просто Стоянки Я Останавливался Под Воронежем И на границе С Азакеей Средняя скорость 80-90 Км Час Расход Бензина 5,5-5,4 Десятых Литра Это предупреждает Радар-детектор Ситуации На дороге Должен сказать Что Из постов ГАИ Это стандартно Возле каждого города Плюс Есть Перебежные Автомобили Которые Фиксируют Скорость Желаете Доехать Без Штрафов Соблюдайте Скоростной Режим Обращайте Внимание На знаки И проскочил Поворот На Сочи Пришлось Вернуться Назад Сейчас Включил Дополнительный Безервный Навигатор С программой Айго Рима Метод Эта Программа Однозначена Для Высших Грузов Тех Кто Занимает Профессионально Я тоже Иногда Этим Пользуюсь Хорошая Карта Подробная Без лишних Дезамбасов Можете Для Интереса Установить У себя Зоэм Про Иго Прима Очень много Вдоль Трассы Точек Дают Местные Жители Всех Воспродукцию Картофель Морковь Лук Мед Сгущенку Соленье Варенье Маринады Жареную Кукурузу Ну и Также Много Еще Магазинов Вдоль Трассы Где Можно Отремонтировать Навигацию Электронику Автомобильную Я бы Рекомендовал Брать С собой Радиостанцию Тогда Будете В курсе Всех Событий Хотел бы Еще Обратить Внимание На то Если приобретаете разветвитель от векуривателя, потому что возникает необходимость запитывать разные электронные устройства, обратите внимание, чтобы штекер плотно сидел в гнезде, не выскакивал. Обычно бывает самый неподходящий момент, выскакивает, едешь и не знаешь, пока специально не обратишь внимание, что какой-то элемент электроники просто-напросто отключен. Проблема с этими штекерами, с разъемами, сколько уже поменял. Даже сказать затрудняюсь. Одни начинают плавиться от того, что нагрузка, наверное, высокая. Ну, что я питаю от бортовой сети? Это радар-детектор, видеорегистратор, смартфон или навигатор, маячок, который отслеживает мое передвижение в интернете, радиостанция. Ну, еще для подзарядки электронной сигареты нужен разъем. Найти один хороший разъем там на 7-8 потребителей, к сожалению, не удается. А если продают на 5 примерно разъемов, то настолько ненадежно они выглядят, что я отказывался. Не просто их не покупаю. Приходится из 3-4 разъемов конструировать одну колодку. Погода, повторяю, пасмурная, как вы видите. За бортом плюс 4. Так, плюс 5 уже. Ну, чем ближе к городу. Так, дай-ка уточнить. Киев 5. За бортом 1,5 градуса. Извиняюсь. Пошли все. Полотно дороги от Москвы до настоящего момента, как видите, вполне хорошее. Платные участки. Ну, вот сравнить платный участок вот с этим участком федеральной трассы я бы не нашел серьезного различия. На платных участках достаточно много аварийных колонок. Вот такие столбики желтого цвета. Написано СОС и нарисована телефонная трубка. Я не останавливался, не проверял, что это такое. Но надо полагать, для вызова аварийной помощи. Заметил несколько дежурных аварийных комиссаров, которые стоят на обочине, ну, в ожидании, не дай бог, если какие-то проблемы у кого случились. Много рабочих бригад на платном участке, которые занимаются мелким ремонтом дороги. На платных участках дорога ограничена 110 километрами, 90 километров. заранее установлены щиты с информацией, как объехать платный участок. Но я не обещал, потому что на схеме видно, он начинает петлять. Если платный участок идет ровно к дороге, то в федералке она как будто бык прошел, такая кривая. Вы повышаете допустимую скорость. Это мне подсказывает Айго Прима. Допустимая скорость 90, у меня 95, наверное. долго. Продолжаем. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...